На всех языках мира Кто стал победителем конкурса «Полиглот»? То, о чем ты еще не знаешь. Новости КФУ за последнюю неделю. Как найти себе работу? Ответ узнавали во время деловой игры. Самого лучшего молодого полиглота определили в Казанском федеральном университете. Накануне подвели итоги всероссийского конкурса на знания иностранных языков среди студентов неязыковых направлений «Полиглот». Кто в этом году стал победителем и какова роль иностранного языка в современном мире? Узнаем из нашего следующего сюжета. На протяжении двух дней иностранный язык в Казанском федеральном звучал со всех сторон. Представители 25 вузов из разных уголков страны приехали в Казань, чтобы принять участие в конкурсе «Полиглот». Между участниками шла непримиримая борьба. Действие проходило в два этапа. В первом письменном туре ребята проходили тестирование и переводили иностранный текст. Во втором туре оценивался устный монолог на двух иностранных языках. По итогам жюри выбрала победителя. В этом году, надо сказать, что, хотя, может быть, и небольшой разрыв был в баллах, но этот разрыв был, что позволило нам абсолютно объективно и очень даже легко выявить именно первое, второе, третье место, потому что небольшой разрыв в баллах был. Это было очевидно. И работать было достаточно легко. Интрига вечера разрешилась в пользу участницы из Тюмени. Инесса Мостовских, студентка четвертого курса отделения международных отношений Тюменского государственного университета, впервые принимает участие в «Полиглоте». Английским и немецким языками она увлекается еще со школы. Девушка твердо убеждена, что одержать победу ей помогла зарубежная практика. Обходима постоянная практика, не знаю, может быть, поездки за рубежом. Я участвую в различных форумах молодежных, там, где очень нужен английский язык, и это очень помогает как-то саморазвиваться, продвигаться в изучении языка. Второе место в конкурсе занял студент Казанского федерального университета Института международных отношений истории и востоковедения Валерий Гараев. Юноша принимает участие в конкурсе уже в третий раз. На распространенный стереотип о том, что выучить язык только на вузовских занятиях невозможно, Валерий ответил, что это вполне реально. Главное – хотеть и заниматься самому. То есть, если есть желание, в принципе, возможно, все. Знание иностранных языков сегодня необходимо каждому. В эпоху мировой глобализации возросла и продолжает расти необходимость в контактах с представителями других стран на всех уровнях. Иностранные языки открывают нам двери в новые миры. Путешествия, обучение за рубежом, работа в ведущих иностранных компаниях. Кажется, что весь мир перед тобой. Иностранные языки приобретают все большую популярность в современном обществе, потому что на уровне межкультурной коммуникации перед студентами открывается все новое и новое. Экономическое, научное и, в конце концов, образовательное пространство нельзя владеть только одним иностранным языком. Казанский федеральный университет делает все, чтобы его студенты были впереди планеты всей. Руководство ВУЗа активно налаживает связи с представителями зарубежных университетов, регулярно отправляет своих студентов на иностранные стажировки, приглашает иностранных преподавателей. Сегодня мы с вами являемся свидетелями, когда ВУЗы России активно входят в международное образовательное пространство. И сегодня, конечно, не зная языка, нашим специалистам будет очень трудно быть востребованным и быть на уровне, на высоте требований современности. В наше время знание иностранных языков не просто показатель образованности человека, но и необходимость. Если вы хотите идти в ногу со временем, то для вас просто обязательно знание нескольких иностранных языков. Марта Луканина, Ленардо Влетьяров, Юнивер Ньюз. В Казанский федеральный приехал гость из Японии, доктор Йошихида Хаишизаки, директор инновационной программы трансляционной медицины и диагностики сети институтов РИКЕН. Визит Йошихида Хаишизаки проходит в рамках новой совместной исследовательской программы КФУ и РИКЕН. Доктор Хаишизаки во время лекции рассказал о деятельности РИКЕН, крупного научно-исследовательского института Японии, и представил программы повышения уровня диагностики и применения новых методов трансляционной медицины в ряде японских клиник. Уже в ходе заседания последующего круглого стола обсуждались вопросы применения данных методов медицины в клиниках Казани, а также запуск совместных исследовательских программ. Технологии, разработанные РИКЕН, могут стать основой для научных разработок как вашего университета, так и медицины Татарстана в целом. Кроме этого, мы можем начать разработку совместных новых проектов по усовершенствованию медицинской диагностики. Научные баталии, мастер-классы и лекции ведущих профессоров два дня на 8-й международной научной конференции в Казанском федеральном проведут юные юристы со всей России. Более 300 человек в своих стенах сегодня собрал Казанский федеральный. Студенты и аспиранты юридических факультетов со всей страны обсудят проблемы и перспективы развития межсистемных и межотраслевых связей в правовой сфере. Тема выбрана не случайно. В этом году конференция посвящена памяти Михаила Челышева, в стенах КФУ, который изучал именно эту проблему. С каждым годом актуальность конференции возрастает. Для любого студента, любого ученого даже, начинающего ученого, тем более, необходимо вынести свои разработки на обсуждение. И вот эта конференция, это как раз шаг к тому, чтобы студенты, аспиранты рассказали о том, чем они занимаются, что им интересно, и с помощью других не менее заинтересованных людей они обсудили, есть ли перспективы и какие точки зрения могут бы сойтись в этом том или ином вопросе. У нас секции от межсистемных и межотраслевых связей в гражданском праве до межсистемных и межотраслевых связей в уголовном праве, в уголовном процессе. Понимаете, у каждой отрасли своя специфика, и поэтому какой-то общий знаменатель работы вывести невозможно. Начинающие ученые представят свои работы и исследования на суд строгому жюри, поделятся опытом, а в свободное время смогут посетить музей Казанского Кремля и экскурсию по университету. Ну, я здесь, поскольку мне сказали, что Казань – это прекрасный город, и я приехала посмотреть на ваш университет и поучаствовать в такой масштабной конференции. Вообще она считается достаточно статусной у нас среди студентов, я студентка. Моя работа посвящена теме усыновления в Испании, Италии, Франции и России. Участвую на этой конференции в четвертый раз. Первый раз участвовал на юбилейной конференции, то есть это была пятая конференция по счету международно-научной практической. Это был мой, так сказать, первый опыт выступления на международной конференции. Было очень интересно. Тогда я стал лучшим докладчиком на этой конференции, хотя учился всего лишь на втором курсе. Что мне дает конференция? Ну, скорее всего, стремление быть лучшим, наверное. Нельзя считать себя умным, только написав научную статью. Ты должен ее умело защитить, ответить на все вопросы и, соответственно, доказать, что ты лучше в этом вопросе разбираешься, чем даже некоторые преподаватели. Алена Липина, Руслан Урозаев, Универньюз. В наше время уже никого не удивляют люди, успевающие и работать, и учиться. Вот только найти работу студенту не всегда бывает просто. Основной причиной отказа чаще всего становится недостаток опыта. Помочь студентам в поисках своего места под солнцем вызвались студенческие трудовые отряды. Подробности узнаешь далее. IT, менеджмент и финансы. Именно в этих сферах участники деловой игры за работой смогут выиграть оплачиваемую стажировку. А главное, получить бесценный опыт работы в крупной компании. Конкурсный отбор претендентов состоял из онлайн-тестирования и игровых психологических тестов. Заявку подали более ста человек. Преимущество было у студентов с ярко выраженными лидерскими качествами. Студент, во-первых, должен быть амбициозным, желательным, да, хорошо владеть компьютером, то есть программами, иметь какие-то аналитические способности. Но главное это желание учиться, учиться всему новому. Мы готовы вложиться. Не менее важным пунктом было и знание английского языка, а также навыки по управлению персоналом. Самые активные и амбициозные студенты поедут на базу отдыха, где будут работать над собственными проектами. Но лишь авторы лучших проектов получат оплачиваемую стажировку в выбранной компании. Студенту найти работу очень сложно, потому что, во-первых, студенты, они все-таки без опыта работы. И очень важно для работодателя, чтобы студент, он не только теоретически мог владеть профессией, но и практически тоже. Это тоже очень важно. Поэтому такие проекты, они дают возможность познакомиться с работодателем, пообщаться, возможность найти для себя стажировку. И это очень важно, когда ты начинаешь свою первую ступень в работе со стажировки. То, что ты получаешь какую-то практику, ты получаешь какие-то практические знания в дальнейшем. Это очень поможет в нахождении уже работы. Луис Сагзеев и Руслан Урозаев, Универньюз. Если ты во время наших выпусков сидишь на парах, работаешь или просто весело отдыхаешь с друзьями, то специально для тебя мы подготовили подборку самых важных и интересных событий недели. Эта неделя началась с траурной ноты. 17 ноября в Казанском аэропорту разбился Боинг-737, следовавший по маршруту Москва-Казань. В результате погибло 50 человек, 44 пассажира и 6 членов экипажа. Вместе со всеми так и не приземлились. Сын президента Татарстана Эрик Мениханов, глава управления ФСБ Республики Александр Антонов. В списке погибших также выпускники и сотрудники КФУ. КФУ отправил гуманитарный груз пострадавшим при наводнении на Дальнем Востоке. Общими силами студентов, преподавателей и сотрудников было собрано более 4 тонн необходимых вещей. На очередном заседании ректората было принято решение отложить празднование 209-летия Казанского университета на неопределенный срок. Однако запланированных научных конференций и семинаров это не коснулось. Планетарий КФУ открыл свои двери для всех желающих. Первыми посетителями Астродома стали студенты Казанского федерального, которые смогли почти дотронуться не только до звезд, но и до далеких планет. Ну а о том, что происходит в мире, расскажет моя коллега Ралина Киряева. В мире. В Риге 21 ноября около 20.00 по московскому времени обрушилась одна из стен здания и крыша в супермаркете «Максима». По информации Государственной пожарно-спасательной службы Латвии, основной удар пришелся на кассы и овощной отдел. Когда на место ЧП приехали спасатели и начали разбирать завалы, рухнула еще одна стена. Погибло уже более 30 человек. Данные о пострадавших разнятся. Под обломками все еще могут оставаться люди. В России. Карты большинства партнеров Мастер-банка, лишенного в среду лицензии, заработают до конца пятницы. Перевыпуска карт для этого не потребуется, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на источник, близкий к Центробанку России. В Татарстане. Министерство труда, занятости и соцзащиты Татарстана перечислило компенсации родственникам еще пятерых погибших при крушении самолета в аэропорту Казани. Всего компенсации получили родственники 16 погибших. У меня все. Спасибо, Ралина, и мы продолжаем. Вчера во всем мире журналисты отмечали свой профессиональный праздник – День телевидения. В честь этого наши коллеги из Набережных Челнов решили рассказать, как проходят их трудовые телевизионные будни. Телевизионная деятельность не так проста, как кажется на первый взгляд. Это не только знакомые лица, но и те, кто остается зачастую за кадром. Монтажеры собирают программу в единое целое и колдуют на красивой картинкой. Журналисты целый день находятся в поиске информации и занимаются написанием текстов. За дверью студии тоже кипит трудная и порой нервная работа. Обычка за 9 месяцев нанесла еще. Еще о новостях мы расскажем прямо сейчас в студии Нарикоткина и сегодня в выпуске. Команда ТСЛ – это студенты, которые обучаются по специальности журналистика. Среди них уже тоже есть свои корреспонденты, оператор-монтажеры и звукорежиссер. А координируют всю деятельность телевизионной студии, редактор и руководитель. Любая работа – это труд всего коллектива. Журналисты – люди своеобразные, а его профессия трудна и довольно интересна. Индира Магданова, Рустам Сыраев. Специально для Юнивер Ньюз. И в продолжение телевизионной темы. Культовый сериал «Доктор Кто», на котором выросло не одно поколение, сегодня празднует свое 50-летие. В мировой истории это самый продолжительный научно-фантастический сериал, который даже был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Впервые на телевизионных экранах «Доктор Кто» появился в 1963 году, а в России сериал был показан 10 апреля 2006 года. За всю свою 50-летнюю историю сериал «Доктор Кто» насчитывает 33 сезона, 789 эпизодов и один полнометражный фильм. Сегодня будет показан юбилейный эпизод киноэпопеи «День доктора». В России картину можно будет посмотреть в кинотеатрах в формате 3D. В честь 50-летия путешествий доктора в телефонной будке мы решили спросить у студентов КФУ, куда бы они отправились, если бы имели такое необычное транспортное средство. Наверное, сначала побывал бы в Древней Греции, познакомился с Аристотелем, потом побывал бы в Средние века, да, во Францию или в Германию, и потом, скорее всего, во времена русской революции 1917 года. Наверное, туда, где я был вот такой вот маленький, чтобы вспомнить все эти моменты, которые были, посмотреть на себя, посмеяться, весело провести время и вернуться обратно. Я не знаю, я бы в советское время вернулся. Наверное, я бы отправился в времена какой-нибудь эпохи, где жили динозавры. Я бы на аэродром Войконур, наверное. Ты же космонавтом хочешь быть? Ну, конечно. Первый полет. Вот скоро полетят американцы пара на Марс. Это же очень интересно. Если бы молодая была, я тоже бы полетела. Например, в Россию 18 века. Если ты любишь снимать видео на телефон и часто становишься свидетелем интересных событий, то ты тот, кто нам нужен. Приходи к нам на улицу профессора Нужина, дом 1 или присылай видео по адресу универсмотри.собака.кпфу.ру и стань нашим мобильным корреспондентом. И на этом у меня все. Оставайся с нами и первым узнавай новости своего университета. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова